Сегодня в этой детской комнате светло и уютно. Завершен ремонт. Обстановка располагает к играм и развлечениям. Чуть более месяца здесь трудились ради воспитанников социального приюта. Идея ремонта принадлежала Татьяне Мензель. Женщина посчитала своим долгом внести вклад в улучшение условий проживания детей. Инициатива подобная проявлена не впервые. Не так давно была обновлена комната отдыха и сна. Брещанка организовала благотворительный тур по сбору средств. С выступлениями по городам области гастролировал ансамбль песней и пляски «Казачья воля» из Волгограда. Осуществление задумки оказалось делом непростым, включающим множество нюансов и забот. Однако, призналась Татьяна Мензель, это стоило того. Неподдельные эмоции детей, облюбовавших свою обновленную игровую комнату, пожалуй, самая высокая оценка труда. Пошлифован, покрыт пол. Тюли, шторы закуплены, пошиты, навешаны. И сделаны потолки, потолочные работы, выравнивание, штукатурка, шпатлевка. Ну и, естественно, стены, выравнивание и поклейка обоев. Все, что требовалось в этой помещении, в игровой комнате детей дошкольного возраста, максимально быстро и максимально хорошо удалось сделать. Когда шел ремонт, забегали, особенно старшие, постоянно забегали, да и младшие так это заглядывали. Говорили, ну неужели у нас будет красиво. И в результате действительно красота наведена. И дети здесь, я думаю, что будут с удовольствием жить, так как они живут у нас шесть, даже более месяцев. Задумка Татьяны Мензель создания максимально комфортных, приближенных к домашним условий для детей. Благодаря активной работе, а главное, огромному желанию помочь, удалось воплотить идею в жизнь. Сегодня в социально-педагогическом центре 34 ребенка. Среди них 9 дошкольного возраста. Все они оказались в учреждении образования по причине ненадлежащего их содержания родителями. Основная проблема взрослых – злоупотребление спиртными напитками. Оказавшись вдали от близких, дети как никогда нуждаются в заботе и внимании. Педагоги центра делают все возможное, чтобы компенсировать ребятам теплоту и домашний уют. А благодаря таким неравнодушным людям, как Татьяна Мензель, все это становится реальным. Женщина на достигнутом останавливаться не планирует. В перспективе привлечения внимания людей в существующие проблемы – поддержка воспитанников социально-педагогического центра. Есть, конечно, на сегодняшний день чувство умиротворения, чувство удовлетворения, чувство того, что я могу помочь, и слава Богу. Ведь как в песне говорится, старая добрая детская песенка. Так не бывает на свете, чтобы были покинуты дети.